Уважаемые друзья, здравствуйте! Сегодня мы хотим рассказать вам о биологических и агротехнических особенностях нового гибрида огурца Селекса агрофирма Элита Алтайский пучок Это новый гибрид, партенокарпический, скороспелый Предназначен для выращивания как в защищенном грунте, так и в условиях открытого грунта Первые плоды вы можете собирать через 40-45, может быть и 38 суток В зависимости от погодных условий можете собирать первый урожай Самая главная отличительная особенность данного гибрида в том, что он пучкового типа И вы можете заметить, на каждом узле у нас формируется от 5-6 до 8-9 этих завязей Можно здесь вот заметить, видите, вот есть крупные плоды уже, вот завязи И вот это явление мы наблюдаем до верхних ярусов Букетное расположение, естественно Вот это все явление, конечно, очень хорошо, так скажем, проявляется при оптимальных температурных условиях и освещенности Дело в том, что это пучковый тип или букетного типа расположения Это, с одной стороны, неприхотливые гибрида, если создаем определенные условия В то же время довольно капризные Особенно, вот как мы наблюдаем в этом году, резкие изменения температурных факторов Вот, в принципе, уже всем известно, уже май у нас был довольно очень прохладным Даже июнь был, так скажем, недостаточным температурных ресурсов И уже вроде так некоторое время у нас, как бы, наблюдали такое хорошее погодное условие Температура хорошая, высокая И ночная температура стала выше 15 градусов И сразу же мы заметили, как вот это влияет на вот это проявление этих признаков у данного гибрида Видим, вот, алтайский пучок Партинокарпический гибрид пучкового типа Вот здесь уже растение у нас сформировано Начиная уже с низких ярусов Мы замечаем пучковое расположение И даже мы это и облюдаем на побегах первого порядка Вот он, первый узел, видите, сколько завязей И второй узел Такое количество завязей и плодов необходимо обеспечивать Определенным количеством питательных веществ Так скажем, влага и так далее, и так далее Кроме того, конечно, требуется формирование растений Мы уже вам рассказывали, как формировать такого типа растений Есть разные способы, в зависимости от ваших желаний Или, так сказать, возможностей, какие у вас теплицы Можно слеплять до уровня 50 сантиметров Можно оставлять прищепкой боковых побегов И после сбора уже этих ярусов урожая Можно также удалять Требуется регулярный полив На каждое растение, хотя бы вот в этот период Нужен требуется 2-2,5 литра воды И плюс требуется также вот подкормка Раз в 7 дней, 10 дней комплексными минеральными удобрениями Потому что вот такое количество плодов Необходимо обеспечивать и влагой, и питанием Гибрид, конечно, довольно неприхотливый При определенных условиях В то же время очень капризный, особенно к температурным факторам Дело в том, что вот этот признак Признак, так скажем, пучковости Или букетного расположения цветков Это контролируется двумя генами И эти гены хорошо работают при температурном режиме 18-24 градусов Понижение или повышение резиска Приводит к тому, что вот пучковость Может быть просто не так проявляется То есть пучковость будет, но просто в пучке Эти завязи будут значительно меньше А так при определенных условиях Мы же в нормальных температурных условиях Мы видим, что вот прямо с нижних ярусов И до самого верха мы наблюдаем эту пучковость Растение довольно мощное Достигать может высоту 2,5-3-4 метра В зависимости от формирования и расположения вашей теплицы Междуузли довольно короткие И мы видим, вот они буквально до 5-7 сантиметров И в каждом узле мы видим Вот они, расположение этих пучков Естественно, все эти плоды будут развиваться Достигать определенного размера по очереди Потому что одновременно растение Просто не может обеспечивать Одновременно все завязи в одном месте Необходимым количеством питательных веществ Поэтому требуется обязательно регулярный сбор Даже летнее время может быть каждый день Вот таких плодов, которые достигают Это вот даже чуть-чуть перезревший плод Когда достигает определенных размеров Вот эти плоды, типичные плоды Их необходимо, конечно, собирать и использовать Чтобы дать возможность другим плодам Вот их надо собирать и использовать Длиной 10-12 сантиметров Средняя масса плода, конечно, это 180-120 граммов Вот буквально один день или два дня задержкой сбора Их плоды будут различаться значительно по массе По вкусу они практически будут одинаковые Но, тем не менее, например, даже для целонаплодного консервирования Намного лучше использовать вот такие плоды Молоденькие плоды, чем, например, такие вот Партинокарпийский гибрид огурца Новинка 2023 года Алтайский пучок Предназначен для выращивания в защищенном грунте Также в открытом грунте И если будете выращивать у себя Он будет радовать вас вот таким прекрасным урожаем Субтитры подогнал «Симон»